За святую Русь помолюсь Чтобы Божью нить пробудить Чтобы русский дух да не потух Добрый вечер, друзья! Мы снова вместе А только настало на одного человека меньше Причем не простого человека Появите, мне, который больше всех в России знает Все и обо всем Знает все, что только можно знать о садоводстве Несколько дней назад мы похоронили Человека, равного которого нет в России И равного которого не было никогда Я сейчас это докажу А почему он ушел в известность? Почему он, с одной стороны, легенда А с другой стороны, неизвестен? Это уже вопрос не ко мне Я оделся в том, что мог Но это не будет грустный рассказ Я не буду там проклинать эту науку Которая, так сказать, непонятно Сама для чего существует Все будет гораздо по-другому Все будет в алкемистическом тоне Смотрите 75 черенков Всего лишь совсем недавно Это конец года этого Мне вручил Борис И я их разослал по всей стране Себе я не оставил Но по другой причине У меня они есть Вот это будет начало Возрождения Черешневодства Почему? Потому что в процессе нашего разговора Я вам расскажу Почему их нет И причина даже Не в каких-то там заумных этих вещах А в самом элементарном То, чего не хватает нашему садоводству Здравого смысла Вот Но все это будет оптимистическая нота Вот Что такое оптимистическая нота? Сейчас поймете Итак Борис Иосиф Боднер Человек и садовый феномен Вот он перед вами Вначале пустели у меня слова Обычная городская жизнь Обычные фрукты Для Саиногорска Нет, уже для Саиногорска Это предельные фрукты Для России Невозможные фрукты Почему, друзья? Мы живем в Сибири И пусть черемушки возле ГЭС Это не самое холодное место Но это Сибирь Вот И этих черешен Быть не должно Вам мерещится Он их купил на рынке Вот И демонстрирует Но дело в том Что я был у него 30 лет назад Я бы тоже Если бы кто-то Вот как Халилов меня Это самое Полевает Вот И не имея понятия Не приехав Не разобравшись Не это Ну знаете как То ли зависть То ли что Виноград зеленый Как у Изопа А здесь Перед вами То что Сейчас я скажу Еще не все Из вас знают Да Фильмы мои О нем созданы Да Не совсем заметно Несколько тысяч просмотров Это В масштабах страны Это мелочь Это все создано Не просто Своими руками Это выращено Из семечек И косточек И не просто Семечек И косточек А из лучших 40 лет 40-50 лет назад Из того самого Как назвать Когда это Поставки шли Ну то есть Когда строители ГЭС считали за людей И кормили Вот то с такими фруктами Привезенными Из Болгарии Из Средней Азии Из Казахстана Из этого С Украины И так далее И тогда Он из семян Вырастил то Что вы видите Причем Я вам буду так показывать Вначале Удивляю Удивляю Смотрите Вы видите Что Абрикосы Да Вот они Абрикосы Вот Это самое Это кстати Мой скромный вклад Потому что Все остальное Ко мне не имеет отношения Так вот Это Ну фактически Середина лета Почему Потому что тут абрикосы Я сфотографировал его Еще раз Смотрите Это уже другой год Чуть попозднее Другой Это уже ближе к осени Смотрим что у него Абрикосов уже нет Зато появились сливы Груши Яблоки И это все из семечек А вы можете в это поверить А Когда научное сообщество Занимается Селекцией Елена Александровна Савельевич Привет Я вас еще покажу Тут не раз Это Делалось по принципу Берем Я уже рассказывал Морозостойкий Пусть не вкусный Скрещиваем С вкусным Но не морозостойким В надежде Что Как пазл Совпадет Чтобы был В конце концов И морозостойкий И вкусный Ну Какого-то предела достигли Извините Ребята Ученые Это не ваше Вот А потом Пошел второй этап Прививки 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 Уже черешни пошли Прививки На вишни Вот Понимаете Как интересно Еще раз Вот это Это не все Что вы Вы еще Мои фильмы Не видели Вот Смотрите Для самых Любознательных Я сейчас покажу Свою Назовем ее Как ее Назовем Назовем ее Красивой книгой Да Вот она Многосила книга Здесь такие Интересные Жаль что У меня Ну как сказать Здесь самые умные люди Вон Углов Вон Кандауров Где-то тут Еще Этот самый Смотритель Песоцкий Сергеев Суперсадовод Вот Это Это К тому что Мне начали Вопрос задавать Люди Которые Видно Что они Впервые Сюда Попали В наш круг А Повторяется Приходится Ничего страшного Смотрите Сюда Для новичков Пусть их Несколько Всего Добавляется Каждый раз Итак Как попасть На мой сайт По-русски Сайт Судро до железа Или это Яндекс Или это Гугл Вот И Верхняя строчка Будет сайт А на сайте Есть гостевая книга Вот я сразу У нее Сразу Чтобы времени Терять Я вот Листаю Листаю И совсем Недавно Совсем Недавно Я взял О великом Боднере За молвым Слово Память о Друге Волшебнике Мы Карлики Которые До сих Совершен Потому что Стоим На плечах Гигантов Вот перед вами Гигант Я потом Не просто Объясню Я хочу Чтобы это Поняли Чтобы когда-то Дошло И туда Понимаете И вот Мои фильмы 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 И еще один фильм Найти не могу У меня их сотни Чуть не сказал Тысячи Вот И это все о нем Пожалуйста Посмотрите их Я не могу вам Включить этот фильм Потому что Звук Изображение Начнет расходиться Расходиться И мы Угробим Этот самый Семинар Смотрим дальше Значит Есть у меня Ой Найду ли я сходу Посещение Маленьким Моим коллективом Бориса Иосифа Ботнера Вот таким вот образом Кажется Семнадцатый Вот сейчас Это займет Памяти не хватает Вроде запомнил А потом Вроде нет Нет Наверное Все таки Сестнадцатый Сейчас это быстро Вроде запомнил Вроде нет Так Матвеева Ильичка Моя любимая Доченька Духовная Где ты У меня тут Так Идем Пятнадцатый год Неужели Так время Пролетело Вот это Да Вот Пятнадцатый год Или Месяц Четырнадцатый Давайте Тут поищем Это Очень важно Я хочу Чтобы Как можно Больше Узнали Про нашего Волшебника Вот О Зашел Смотрите Приезжает Ко мне Девушка Юля Тоже Не из простых Уговорить Руководителя Университета Чтобы Железу Отправить На практику Когда Они Не то что Знают Там Или Плохой Хороший Они Математика Поехали Боднеру Внимание Мы поехали Боднеру А это Еще Это Еще Школьная Железовская Учеба В данном случае Дождевание Итак А это Сразу Если Покатишь Это Донеси Вот Вот Это Сергей Меня Фотографирует Вот Это Позирует Юлечка Вот Скажи Юля Какие Черешни Снова Юля Вот А вот Это Удивительный Человек Он Мне Показывал Рассказывал Как Он Подрезает Черешни Чтоб Они Не Расслебят Черешни 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 Вот Черешни Это Все Настолько Густо Засажено Это Смотрите Жутко Черешни Черешни Вот Ну Это Мы Уже Проходили С вами А Теперь Обратите Наверное Высоту Этого Дерева И Вот Этого Это Уже Потомки Вы знаете Первое Дерево Я Сейчас Вынужден Рассказать Вам Все Сначала А Потом Продолжим Бог Мне Дал Такую Судьбу Приехать Саяного Купить Дачу И Сразу Начать Садить Сразу На Рынок Толь Сле Посадил Четыре Черешни Несколько Лет Вычеркнутой Жизни Черешни А я Жиз Украина Я Жду Вот И А они Это Я Сейчас Понимаю Что Это Были Отводки Корневые Они Быстро На Четы Год Засвели Заплодносили И Дали По нескому Ягодок Еще Год Несколько Ягодок Еще Год Несколько Ягодок Тогда Я взял Руку Топор А Слухи Походили Еще не Легенда Была Но Борис Уже Выращивал Настоящую Черешню И я Чтобы Это Проверить Поехал В червушки Ну Сколько Лета Потерял Наверное 7 8 Если Говорить Про Черешню Я В его Саду Молодое Дерево Его Больше Нет Этого Дерева Я Ем Горстями 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 У меня Шок Я Приезжаю К нему Еще Раз Мы Сидим Дома Сейчас Надо Его Как-то Показать Его А вот Мы Сидим Дома Он Достает Две Толстяные Книги Говорит Это Моя Библия Я Читаю Написано Мичурин Вот Это Его Библия И Кто Видел Мой Последний Фильм Я Спросил Кто Мичурин Да Мичурин Вот Ну И Считайте Что Таким Учителем Он Оказался Легендой Далее Значит Я у него Покупаю Несколько Он Не стал Загибать Цены Можно сказать Дешево Купил Несколько Черешин Несколько Таких Видов Он Предупредил Что Желтая Драгана Самая Морозостойкая Эти У меня А у нас Бесснежная Зима А у него Сеянцы Сеянцы Судьба Была Решена Они Быстро Все Погибли Больше Прожила Желтая Драгана Вот Я и успел С ней взять Черники С тех Я не успел Вот Быстро Погибли И уже Прививал На Сибирской Стамбович На своей И у меня Теперь Есть А Черешная Я ее назвал Мотнера Вот И Много лет И я показывал Телевидение Я хвастался Вы видели То есть Такая же Желтая Как вот Ела Юля Вот Только Она все-таки Погибла Так Но Я успел Убедиться В том Что Перенос На Морозотоке Подвой Продляет Жизнь Черешин И у меня Сейчас Есть Черешин Боднера Это Осталась У меня Память О нем Не сказать Что все Так просто Но Осталось Вот Теперь Значит Пойдем Дальше Вот Это Он Подарил Веточку Волочной Вишни Юли С тех Пор Юли Как там Современный Сленг Юли Подсела На Волочную Вишню Теперь У нее Есть Питомник Теперь У нее Есть Клиенты Теперь У нее Есть Сад Из Волочной Вишни Вот И Как Мне Одна Из Этих Юлиных Уже Клиентов Написала Правда Я Знаете Что Такое Есть Воды Которые Ничего Слаще Морковки Не ели Короче По их Понятию Что Юлина Волочная Вишня Слаще Черешня Ну То есть Представляете Насколько Сладкая У Юли Черешня Ну Я Скромно Малчив Откуда Она Взялась Черешня Но Все Началось Вот С этой Веточки Это Как Символ Юли Втала Вишня Войлочным Водом Вот Так Привет Юли Ну Не обошлось Я Уж Не могу Не показать Ее Во всей Красе Вот Мне Все Время Возмущается Что Там Много Девушек Красивых Показывает Ничего Мы Мужики Это Мы Потом Увидим Красоту Реки Красоту Плотины Главное Вот Ну И Наконец Еще Еще Раз Он Уже Выносит Эти Самые Вот И Ну Вместо Кругах Мы знаем Но Дальше Не пошло А я Потом Буду Сравнивать Впереди Жестокий Разговор Уже С наукой Не с ним О нем Я говорю С придыханием Видите Вот Это Наши Вот Это Это Монстры Это Монстры Это Слово Обычно Вот И в этом Смысле Это Гиганты Равны Которым Нет Не только В Сибири Нет Вообще В России Я вам Говорю Это Гиганты Вот Ну И Грустная Тема Про Книги Их Было Сотни Две Тех Сотни Три Тех Вот Помните В фильме Я Сделал Это Сам Вопрос Задал Он Сказал Не Высылает Вопрос Есть И Книги Я Раньше Скажу Хотя Бориса Боднара Нет На Свете Так Остался Сад Остался Сын Зовут Его Алексей Вот Естественно Отчество Борисович Взрослый Мужчина Выученный От И до То есть Он Относится В разряд Опытных Садоводов Так Вот И Сейчас Я Б Знаете Что бы Я сделал Мне Вы Просто Задавали Посмотрите Пока Идет Вебинар Желающих Приобрести Книгу Ни один Ни два Поэтому Сейчас Кто-то Несколько Человек Из вас Пусть Попробуют Дозвониться Я ведь Когда Пять дней Назад Позвонил Сыну И узнал Что Только Только Умер Его Отец И Хорошо Я успел На похороны Вот 8 390 42 3 15 29 Вот Я специально Чтоб Многие Не записали Вдруг Вдруг Я не имею Права Этого Делать Но Тем Не Менее 8 390 42 3 15 29 С Городской Телефон Кто-то Может Спросить Его От имени Общественности Сказать Что я Представляю Широкий Круг Скажите Нет ли У вас Книг На продажу И как Это Организовать Вот Выдал Эту Тайну Мне Бодр Запрещал Давать Его Телефон А сейчас Его нет Поэтому Я нарушил Запрет Так Ну что Ребята Пойдем Дальше Итак Мы с вами А Это Знаете Что это Еще Это Мы Еще В архиве Мы Еще Не Вернулись Обратно Поэтому Вы Видите Похожие Картинки Да Это Мы В архиве Вот Вы Видите Живого Бодера Вы Видите Наших Друзей Супер Садоводов Вот Так Ну Еще Чуть Чуть Полистаю Ну Пусть Это У меня Догадайтесь Что Это Мелба А Нет Это Уже Квинти 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 Соперница Мелба Молодая Наглая Вот И Еще Я Еще Скажу Я Раз Я Чуть Чуть Пролистал Мы С Вами Учеба Мы На Учебе Я Лучше Скажу Ребята Вся Наука Вся Это Тысячи 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 Ученых Садят Саженцы Без Этой Обрезки Сразу Превращая Заметьте Не с обрезкой Превращая В инвалидов А без обрезки Превращая Их В инвалидов Вот Попалась Фотография Не могу Пройти Мимо Они Потому что Не обрезаны На новом месте Сразу Даже При выкопке Они Становятся Инвалидами Это Снижает Морозостойкость Я Железу Вам Говорю Вот На 5-10 Градусов Это Есть Еще Корни Более Менее Нормальные Даже В горшках Этого Не знает До сих пор Никто Теперь Знаете Вы Распространяйте Эти знания Вы понимаете Что Мы Эту обрезку Делаем Сергея Научил я Не для того Чтобы полезла В эту сумку И поехала На Этот Самый Хоть Чуть Не Скром На Риск В Этот Москву Теперь Самый Момент Нет Давайте Закончим Я тут Сенсация Преподнес Но Это Чуть Позже Это Все Еще Идет Мои Учебные Фотографии Вот Я Не Хочу Комментировать Сейчас Вот Это Мы Когда То Когда То Мы Будем Проходить Уже Плотную Два Сорта На Одном Дереве И Без Прививки И Как Это Интригую Вот Они Наши Супер Садоводы В том Челе И Сама Байкова Я Всегда Горолюсь Байкова Приехала К Железов Это Как Генерал Приехал Ну Не К Лейтенанту Ну Скажем К Майору Вот 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 Это Генерал Приехал Вот Это Вот Видите Там Один Из Основателей Вот Ребята Тотаров Я Не Могу Потому Что Сегодня Есть Завтра Некому Сказать Будет Сергей Еще Успеет О себе Заявить Представляете Филипев Тотаров И Больше Всех Это Причастных Байкова Директор ГСУ Многолетний Директор Это Основатели Нет Уже Вот Эти Ребята Продолжатели Основатели Уже В могиле Но Это Творцы Саиногорского Феномена Равного Которым Нет Не Только В Сибири Во всей России И Во всех Странах Где Зимой Мороз А Меня Понимаете Вот Боднер Умер Я не могу Иначе Я затягиваю Этот разговор Я не могу Я расчувствовался Сегодня есть Завтра нет Никто больше Не скажет Потом Через Сергея Найдете Филиппева А потом Еще кого-то Тотарова Лучше абрикосы Лучше Эти самые Сливы Вот А еще Есть лучшие Груши Лучше Ай Ладно Вот видите Это я загадку Загадал Я говорю Володя Ну-ка Найди Сливые Прививки Когда Вверху Вот Круглые Эти самые Свароги А это Это Самая Это Это О память Самая Моя Известная Груша А у меня Провалы Памяти Я уже Не скрываю Хотя Горжусь тем Что Не имея памяти Я Просадоваться Знаю Практически Все Ладно А приемки Нет Но Это Уже Самая Потом Будем С вами Проходить Отдельно Все Я Выхожу Отсюда Все Гляну А дальше Пошло Чужой Сад Опять Опять Неправильный Сад Все Проехали Я Возвращаюсь Туда Где Был Вот А был Я Вот Тут Вот Еще Раз Гляну На Эту Красоту Так Это Феномен Потому Что Этого Не Может Быть Никогда Никогда Вспоминаем Прошлый Вебинар Когда Очень Серьезный Человек Что Написал Ну Правильно Пустая Трата Времени Или Денег В таком Духе Вот А мы Не то Что С культурной Полукультурной Получаем Или дикарей Вот Это Ответ На Ваш Вопрос Вот И Чуть Чуть Еще Я Буду Сравнивать 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 Еще Знаете Была Такая У меня Горькая Шутка Помните Однажды Он Мне Позвонил Борис Ваще Сказал Я Спилил 15 Метровую Черешню Она Заслоняла Пол Четырехсоточного Участка Это Все Что Ему Родина Дала Дач На Четырехсоточке На Четырехсоточках Он Сделал То Чего Не Сделали И Задачи Не Был И Нет Сейчас Поймете И Знаете Что Моя Шутка Была Такая Я Уверен Что На Том Свете Не Обидится Потому Что Я Сказал Так Вот Когда Он Спилил 15 Метровую Уникальную Черешню Раной Которой Больше В России Нет Это Единицы Такие Я Говорил Там Два Случа У 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 Черешня 15 Метров И Вот Моя Шутка Это Как Есть Такое Посвящение Такое Когда У Человеку Умирает И О Нем Что Доброе Говорит Знаете Что Я Говорю О Живом Первое Ему Нужно Дать Государственную Премию Так Потом Расстрелять За то Что он Спилил 15 Метровую Черешню Уникальную Премию Дать Потом Расстрелять А потом Поставить Ему Памятник За то Что Не за то Что он Спилил А за то Что За это Все Что вы Видите Перед глазами Вот Такое У меня Это Посвящение Посмертное Извините Может Кто не Понял Что Это Я По Доброму Говорю Про Премию Которую Он Не Дождался Новый Сорт Сладко Крупноплодной Сливы Горлица Уральские Селекционеры Создавали 30 лет Вот Они Создавали Создавали Помните Как это Мы Строили И построили Вот Они Создавали Создавали Получили Патент Я Специально Здесь Разместил Это Это Действительно Достижение Для Науки Это Это Я Не знаю Чем Как Можно Ну Да Это Официально Принято Минимум 20 Это Многие Авторитеты Супер Специалисты Имеется Ввиду Профессиональные Те Кто Занимается Этим Делом 20 25 Это Сорвенал Так Правильно Доведи До Плодоношения Семис Скрести Снова Доведи До Плодоношения Скрести А потом К нему Тоже Ботнерову Приезжали Ученые Одно Время Он Интерес Вызывал Он Им Резал Чернки Так Обещали Патенты Что там Еще Ну Вот 30 лет Чтоб Попасть В госсредства А это Всего Лишь Простенькая Слива У нас У любой Бабушки Такая Есть Вот Я Не Иронизирую Это Пакт Вот Работа Длилась Более 30 лет Это Не Все Что Я Хотел Сказать Смотрите Вот Он Относится К Сливе Уссурийской Вот Я Взял Тогда Знаете Что Я Сделал Так Я Взял Вот Это Вот Нажал Это Так И Было В Этому Берем Сейчас Минуточку Так И Было Я У нас Любители Видите Вот Это Есть Тот Самый Это Ученый Совет Вот Так Это Тот Самый Язык Никогда Не Выграет ФГБ Урал Не Понял Я Ничего То Я Понимаю Только Расшифровать Язык Вот Это Ученый Совет Я Я Не Стал Они Когда Громко Завели Про Эти 30 Грамм Вот Это Вот Посмотрите На Их Достижения Это Огромный Коллектив Это Не Они Только Таких Коллектив Много Это Их Уровень Это Нормально Ну Кто-то Скажет Ну Действительно Есть же Гений Он Должен Превосходить На Две Головы Почему Вот Кто Им Мешал Заниматься Тем же Самым Заметьте Южно Уральский Южно Уральский Я Человек Непростой Сегодня У меня Состоялся Разговор С Самим Сергеем Николаем Георгиевичем Это Николай Георгиевич Это Наша Связь Моя То Не Не моя Наша Но в том числе Моя С ученым Миром Кто такой Сергей Садовод любитель Ветеран Мамонт Он разрешил себя Мамонтом звать Ну Сами Знаете Почему Вымирающее племя Могучее Вымирающее И он Связь между нами И учеными Он Организатор Тех самых Съездов Садоводов Ученых России Он Организатор Он И еще Сергеев Ныне Покойный Который Выступал Мессенатом Вот Понимаете Я его спросил Какая температура Была в вашем регионе Самая низкая В этом году Знаете Что он сказал 22 Ну Можно же Черешню выращивать А Господа И вот Вот это Достижение Ну Как вам сказать Ну Действительно Мы ходили Тут Один человек Который Вы могли Увидеть Сейчас Я вот Эту Картинку Сейчас Закрою Вот Так Выход Вот Это Чек Который Морально Нас Поддерживал Только Морально Это Последняя Должность Доскобила Турсун Пулот И Последняя Должность Заведующей Лаборатории Абаканского Института Горазных Проблем А этот Никогда Нас не чурался Нос не воротил Вот С нами Дружил Ну Это Книги Сдавал Нас Фотографировал Делились Мы с ним Все Это нормально Если в порядке Висит Мы никогда Не жадничали Вот Понимаете В чем дело Это человек Который Ну Он и сейчас Мы с ним Переписываемся Он сейчас Может сказать Где правда Где неправда Где мы Что-нибудь Преувеличиваем Вот Вот Это Человек Из науки Так И вот Смотрите Специально Подчеркнул 30 лет Это не все Вот Вот они Да Я Немножко Беру Шире Вот Мне хочется Чтобы Когда Умер Боднер Я несколько дней Находился В таком состоянии Каком-то Особом Мне кажется Кто-то Что-то Нашептал По ночам Когда я сплю У меня особые сны Вот И Получилось так Что Надо еще раз Показать Насколько Все неоднозначно И Ну пусть И они наслушать не будут Это 100% Вот эти ребята Это Это ученый совет Или как он там Зовется Забыл Ученый совет По-моему Вот Они наслушать не будут Но я обязан Моральное право Сказать А нет Право мое И обязанность моя Сказать Что Этого нельзя молчать Что Ребята Прекращайте Мы вам Предлагаем Новую дорогу Это знаете Она У вас получается Нормальная героя Всегда идут в обход Помните слова из песни Давайте напрямую Ведь Я-то Заработал когда-то И оскорбление Это сейчас уже уважение За то Что пошел напрямую За то Что Не надо было эти десятки лет Не надо было 30 лет Чтобы Получить Тысячу первый сорт Который ничуть не лучше Поймите вы Для ком У нас У каждой бабушки Это есть Фактически Это называется Это самое Время к этому под хвосту Я взял пару примеров Я привожу Вот это с Украины Геркур Так Тут же Ну не тут же Но через несколько лет Делюсь с Чернобайом Я просто Вам новый путь На нескольких примерах Чернобайом Который Художник И никакой он не садовод Он и сейчас откажется Садоводом называться Он Спилил Десятилетнюю Академика Привитого Своими руками Чернок брал у меня Который давал До 15 Ведер Они ему газон Портили И собили Видеть не могли Понимаете Вот это вот Видеть уже не могли А вы их не могли Видеть Потому что У вас их нет И вы не хотите Этим заниматься А всего-то Взял Черноб А потом Те абрикосы Которые вырастил Еще С куточек С куточек А потом Привел на них Венгерку Взял Это извращение Правильное извращение Он Типа Больше На меньше А у него Не получилось Обгон А получилось Вот это вот Ребята Приезжайте Это самое Елена Александровна Пока Это как Ласточка первая Самая страшная Боюсь что Савинич Елена Александровна Это последняя Ласточка Сейчас От кого Мы слышали Именно Лисовенко Благородский Закрывает Этот Вы видели Демонстрации На нем Уже Уже пытались Закрыть Имережевку Где Все это Заниматься Этим А если Со мной Это случится Что с Чем А Чернобаев Мой сверстник Ему Тоже Семьдесят Вы понимаете Это просто Путь Это оптимизм А вот Кому Вы отдали Я к вам Ученым Вот к этим Обращаюсь Вот к этим Пусть Они Жертвы Мои Я не знаю Тут ни одной Фамилии Из них Вот Но это Ученый Совет Института Вот их Произведение Сходите На рынок К нам Приезжайте Любая бабушка Вам продаст Лучше И слаще И крупнее И вкуснее Понимаете В чем дело Я не в обиду Говорю Если вас Сейчас Не задеть Профессиональное Самолюбие Будете Дальше Эти же Врачи Сколько День Бухивается Пока Этот Боднер В нищете Я имею 20-30 Уникальных Вещей Которых Не было Ни у кого Это Я Это Наболело Ребята Которых Нет ни одного На планете Больше Нету Да Ни у кого Устраивайся Работать В садик Нет Не мечтают В садик В два садика Тот Три тысячи Платил И тот Три тысячи Платил Так и Выживал А вот Это же Уникальные Вещи Которых Нет Больше Ни у кого На планете Меня удивил А я Потом Взял У него Теперь Черенок И Какие Он Показывал На вебинарах Вы Позировали Позировали На абрикосе Этой же Ветке Сливы Уже У меня А уже Частично Произошло Биологическая Вместимость Господа Вы сегодня Слышали Такие слова От меня Мичурина Два метра С лишним За короткое Сибирское Лето Без единого Полива Без подкорма Без ничего Вот пожалуйста Я просто Выбрал Один У меня Пример Таких Десятки У меня Есть Фильм У меня Есть Статьи Про Вегетативную Гибридизацию Сколько Примеров Идем Дальше И что Вы сделали Почему Вот этих Дам Показывают Вы Отдали Средства Массовой Информации Вы Молча Там есть И от вас Губительные Советы А как же Если Не перечислить Десять пунктов Что надо Отрезать Изувечить Дерево И тогда Статьи нет Нет Резать Это нельзя Сибирь Москва Тоже Нельзя Вот этим Вот Клоуном Отдали На Откуп И они Прочитав Очередную Дебильную Статью Вызублив Ее Подходят К дереву И начинают Увечь Знаете Что они Творили Это Я К ученым Обращаюсь От Имени Боднера Чьи Книги Его Не Издавали И не Издадите Никогда Вот Раскапывали Землю Обнажали Корни С середины Лета И до зимы Говорили Пусть Закаляются Вы Понимаете Это Они Нашли Кучу Ненужных Веток Оголяют Все Реже 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 Скелетные Цветочные Все Реже 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 Потом Когда На дереве Сотни Ран Они Начинают Бороться С Будущими Ранами Имея Уже Сотню Ран То есть Начинали Белить Смеетесь Нет И дальше Продолжать Господа Ученые Ну Я отвлекся Давайте Смотреть Вот Когда-то Вот это Исчезнет Тысячи Часов Которые Можно Было Посвятить Да Взять Книжку Это уже Бодро И читать Это самое Перед экраном Это уже Первого канала Что вот этих Вот Или хотя бы Чтобы они Счезли С экрана Внимательно Приглядитесь На их Интеллект А Кандидаты Наук Вот я Написал Ребята Ученые Просыпайтесь Еще раз Черешня На юге Восточной Сибири Вот И азы Сад Азы Сад Я потом Когда будет Это самое Как В конце Я отсюда Сейчас не вижу У меня на экране Ничего лишнего нет Нет и нашей Переписки Вот По краям Гола И даже Моего лица Нет А потом Кто-то из вас Скажет Я звонил Может не дозвонился А может что-то Ответил Может послал Вот Тут не поймешь Ну я надеюсь Кто-то дозвонился До Алексея Боднера Вот Вот это вот Человек Который Из той же Когорты Боднер Вот Но Знаете чем он Отличается Он живой Я уже Я Боднеру Позвонил А он на том свете Вот А это Сергей Николай Георгиевич Уникальнейший человек Единственная Мостик между нами И наукой А почему Вот Дело в том Что Я про Боднера Рассказывать не закончил И не собираюсь Заканчивать Николай Георгиевич Я вам для чего Сегодня позвонил Я сказал вам Что Боднер умер Вот Вы сказали Соболезную Вы прекрасно Его помните Он приехал Степанову Степанов в меценат Он же генеральный директор НПО Селябинск Он привез ему Вспоминайте Вот такой мешок Как он его дотащил Я видел этот мешок Потом Степанов Пригласил меня Через комиссию В отдельно Вот А я зашел В хранилище Я у них был Вроде ревизора Знаете Они почему-то Это самое Нет вот так Почему-то Приняли меня За ревизора Какого-то Ну Сильного Авторитетного И Кандидаты Ну Водили меня Все показывали И смотрели Мне в глаза Как я Как хранят Как зимнюю прививку А я ходил Я зимнюю прививку не занимался Я ходил Стать такой вот Умный Да А вы посмотрите На градусы Я посмотрел В 25 Вот А я-то знаю Что Это лучшее время Для сращивания Я говорю Да Здорово Ошибки нет Сунул руку В этот В ящик Влажность А там уже Тепло Жара В ящике Это В опилках Здорово Второй пощупал Говорю Влажность Не та Вот так вот Николай говорит Это было здорово Быть авторитетом Которого Коньяком угощают Которого Вот Водят как слона По улицам слона водили Я один раз в жизни Побыл в этой игре Что делать с нами Заучная слава Перевращая нас в легенду Ну главная легенда Все таки Это Бутер Поэтому я продолжу Итак Боднер поехал На съезд садовода в России Организовали его вы Напоминаю вам Вряд ли вы забыли Но для вас это рядовое дело А для Боднера Это было событие Вот Боднер выступил с трибуны Его аплодировали Где-то все таки Может вы Подзабыли Где-то видел Я фотографию Где он сидел в этом Президиуме И вот он вернулся Я звоню Борис Как дела Борис говорит Да нормально Аплодировали Из доклада выступил Вот Ну говорит Была один нюанс А мы продолжаем Ребята Разговор этот Я все выложу Какой нюанс А говорит Каншина Отругала меня Я правда не понял С трибуна Отругала Или в лишнем разговоре Какое я Боднер Имел право Называть Своими именами Мною придуманными Гибридной черешни Ах ты Ёлки-палки Подумал я Железо Вот это Да И запомнил Это Хотя это Произошло Давно Давайте дальше Посмотрим Итак Это Это был Трем Боднера Правда Он Все у нас Быстро Забывается Но Виноваты В этом Вы Николай Георгиевич Это Вы Организовали Вот это Вот Тот самый Всероссийский Съезд Вот он Видите Сады России Вот он Этот съезд И он был По косточкам Так Вот Давайте еще Прежде чем Закончить Разговор Вспомним Добрым Словом Вот это Череша Боднера Вот А это Тот самый Тимоша Фотографии Где-то Лет Пять А ему Сейчас Девять Да Где-то Лет Пять Фотографии Вот она Видели Вот Это реально Сибирская А у меня Я потом покажу То что у меня На это Нафотографировал Градусники Вы будете в шоке А это Череша И все это Пошло Боднера Так Теперь значит Разговор Не закончился Но я сейчас Не об этом Я сейчас скажу Чуть о другом Дело в том Что Я пытаюсь Сравнить Достижение Ну как бы Это сказать В сравнении Вот Перед вами Так Ну-ка 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 Сейчас Сейчас У меня тут Такая Последовательность Последовательность Ааа Нет Будем идти По порядку Так как я Сразу Наметил Значит Собирь Хуже будет Так Разговор С Боднером Не закончился Потому что Боднеру Его книге Предстоит Вот это вот Это я называю Она называется Зимостойкая Черешня А должна Называться Ну Самое Мягкое Название Не Зимостойкая Черешня Вот Подробности Чуть попозже Я не зря Сказал Что у него Там Оппонент Нашелся М Каншина Пока Пойдем По порядку Продолжение следует